Обсудим теперь синтаксис объявления пользовательской функции. Для того, чтобы задать функцию, нам нужно, во-первых, задать ее имя, во-вторых, указать параметры этой функции, после этого поставить знак равенства, и после знака равенства реализовать тело этой функции. Давайте рассмотрим это на примере функции, которая осуществляет суммирование квадратов двух переданных в нее аргументов. Сначала мы должны дать имя функции. Ну, вот такое имя вполне подходит для такой функции. После этого мы должны указать параметры этой функции. В качестве параметров мы можем использовать любые идентификаторы. После этого мы ставим знак равенства, и после знака равенства мы реализуем выражение, которое составляет собой тело этой функции. Ну, тело этой функции реализовать довольно просто. Мы просто берем формальные параметры, которые присутствуют у нас слева от знака равенства после имени функции, и пишем реализацию функции. Вот это полноценная функция на языке хаски, которая выполняет ту работу, для которой она предназначена. Складывает квадраты. Что можно использовать в нашей функции? Справа от знака равенства мы можем использовать, во-первых, уже известные нам идентификаторы. Это обычные имена либо библиотечных, либо других пользовательских функций, определенно в данном модуле. Можем использовать литералы. Ну, в данном случае мы используем литерал 2. Также существуют литералы символьные, которые представляют собой символы, заключенные в одинарные кавычки. Дальше мы еще можем использовать операторы. В данном случае мы пользуемся операторами плюс и возведения в квадрат, которые определены в стандартной библиотеке. В отличие от многих других языков, регистр в некоторых местах важен, а именно существует следующее требование. Имя функции и имена формальных параметров должны начинаться с символа в нижнем регистре. А символы в верхнем регистре служат для определения типов данных. То есть, Хаскель в этом отношении чувствителен к регистру. Что касается символов, следующих за первым, то здесь ограничений гораздо меньше. Это могут быть символы в любом регистре, а также могут быть цифры, могут быть символы подчеркивания, и, наконец, может быть, одинарная прямая кавычка, что во многих языках недопустимо. Скажем, в Хаскеле мы можем определить функцию с таким названием. Rock and roll. Это в Хаскеле полноценное имя функции. Ну вот, скажем, я определил функцию, не принимающую ни одного аргумента, и возвращающую всегда значение 42. Мы можем также определять функции непосредственно в GHCI, в интерпретаторе. В интерпретаторе GHCI мы не можем определять функцию вот в таком синтаксисе. Для того, чтобы определить функцию здесь, нам нужно использовать ключевое слово let. Ключевое слово let указывает интерпретатору, что мы собираемся определить, что все, что следует дальше, это определение функции. Ну вот, теперь я в интерпретаторе функцию определил. Теперь я могу ее использовать, ну, например, вызвать ее, передав туда нужное количество параметров. Ну, давайте передадим туда 1 и 2, мы должны получить 5. Действительно, мы получаем интересующее нас значение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!